Всем привет! Вот смотрите, какая корова у меня получилась. Расскажу историю. Моему магазину на Итси уже практически три месяца. 79 листингов, то есть 79 работ выложено. В основном это пейзажи, цветы и птички. Ни одной продажи. Ноль. Конечно, хочется, 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 чтобы были продажи, но их нет. Я оптимизировала магазин свой достаточно хорошо. Конечно, там первые работы, которые были мной выложены, еще не очень грамотная села у них. Но я потихоньку их тоже поправляю, эти первые работы. Все новые работы, которые я выкладываю, выкладываю я каждый день по одной работе. И если я там пропускаю какой-то день, ну бывает у меня такой маленький ребенок, и иногда нужно сделать выходной. И тогда, если я один день не выкладывала, то я на следующий день выкладываю две работы. То есть практически каждый день я пополняю свой магазин новыми работами, продаж нет. Есть просмотры, есть заходы в магазин, но самих продаж нет. И я психанула, ну так сказать, психанула, и нарисовала корову. Мне это смешно. Смешно почему? Потому что я ни в жизни не собиралась рисовать коров. И вообще моя любовь была это цветочки, особенно розы. Их я в очень большом количестве уже нарисовала, пейзажи мне нравится рисовать, что-то такое. Но животных я рисовала, ну очень мало. Корову вообще не рисовала, то есть это первая моя корова. Ну точнее это теленок. И почему я нарисовала корову? Я уже рассказывала в ролике про свой магазин Инти, что я вступила в клуб продающих художников Натальи Ширяевой. И там обсуждались какие темы популярные у американцев в этом магазине. И одной из тем были такие вот сельскохозяйственные животные. Это коровы, барашки, гуси, курицы. То есть картина на эту тему пользуется там популярностью. Но тоже не у всех раскупают эти коровы, как горячие пирожки. То есть не факт, что и мою корову купят. Я еще ее не выложила. Сегодня планирую выложить ее в свой магазин. Она будет 80-ым листингом. Ну посмотрим. Я, если честно, не с той мыслью ее нарисовала, что вот я нарисую корову и тогда ее точно купят. Нет, я просто внутри себя решила, ну что ж такое? Мои пейзажи, мои цветы никто не хочет покупать. Что ж делать? Что-то надо такое сделать необычное для себя. И еще мой папа посмотрел сюжет про какого-то художника американского, который рисовал раньше ню. То есть там обнаженную фигуру и не пользовался никакой популярностью. И когда он стал рисовать мордочки коров, он вдруг стал популярным. Он мне рассказал эту историю. И как бы у меня сложилось несколько картинок сразу же. То есть в клубе говорили о том, что модно сельскохозяйственные животные, коровы. Тут, значит, художник супер стал популярным, рисует мордочки коров. Я, кстати, хотела найти этот репортаж, но так времени пока не нашла посмотреть этот репортаж. Мне интересно просто как он рисует. То есть что его коровы пользуются очень большой популярностью. Ну и я решила вот мордочку своей коровы нарисовать. Ну было, кстати, весело. Я поймала себя на мысли, что мне было легко рисовать. Обычно, когда я рисую какие-то большие работы особенно. Ну маленькие, да, я там легко их тоже рисую. Какие-то большие работы, если я готовлюсь к большой работе. Даже вот с моими любимыми цветами. То я всегда думаю, что я хочу изобразить. Какие цветы это будут. Как я хочу, чтобы падал цвет. Как сделать колорит каким-то интересным. То есть это всегда какая-то такая работа, подготовительная работа. Я что-то там монтирую в фотошопе. То есть делаю какие-то зарисовки. И когда веду работу, тоже все время у меня какое-то ощущение, что все ли я вот то, что хотела сказать, я здесь сказала. А здесь я ну не собиралась ничего сказать. Кроме того, что а я вот хочу психануть и нарисовать корову. И я просто очень легко ее нарисовала. Наверное, за полтора часа я ее нарисовала. Это холст 50 на 50. И решила так необычный такой колорит подобрать. Ну, как всегда, мое любимое контрастное сочетание цветов. И я решила обычную корову рисовать. Ну, это совсем как-то, наверное, скучно. Пусть она будет такая голубая, какая-то волшебная. Позже уже мы придумали с родителями, что это венерианская корова. И мой папа, как всегда, начал предлагать мне идеи нарисовать серию работ коров с разных планет. То есть должна быть красная корова с Марса. Ну, то есть и так далее, и так далее. Ну, я пока как бы смеюсь только над этим. Хотя, кто его знает, может быть и будет эта серия. Но я еще не уверена. Ну, такая вот корова получилась, очень прикольная. Я не стала ее делать, как это там, с помощью мастихина, как любят в Америке. Там жирная еще как-то. Мне хотелось, ну, это такой мой псих был. Мне хотелось это сделать быстро, не вкладывая какие-то усилия. Все-таки мастихином замахать такую площадь достаточно сложно. Ну, не то, что сложно, рука отвалится. Я просто взяла большую кисть, такую широкую. И быстренько-быстренько все нарисовала. Потом, конечно, там где-то взяла и маленькую кисточку. Но, в основном, что-то такое мелкое, типа глазки и носик подправить, где было неудобно большой кистью работать. А так все это выполнено большой кистью. Такой, наверное, не знаю, какой шириной. Даже больше такой. Ну, 25-я, наверное, кисть такая где-то. Большой кистью сделала эту работу. Вот такая корова получилась. Мне понравилась. Она прикольная. Она здорово смотрится. Интересно. Колорит мне интересный. Вот такая история. То есть, введение магазина на Итси сподвигло меня к тому, чтобы расширить границы своего творчества. Начать рисовать. Я стала больше рисовать мастихином. Я до этого вообще мало им рисовала. И стала больше делать маленьких работ миниатюрных, которые мне вообще очень безумно нравятся. Не знаю, вот эти малышки мне просто прям... Ну, я их все время вот сама беру, потом рассматриваю, и как ребенок радуюсь. Я не знаю, почему мне так нравятся эти миниатюрки. То есть, я их буду стараться делать больше. Я их просто там сделала буквально четыре штучки у меня маленьких. Нет, наверное, шесть штучек маленьких работ. Просто какие-то остаточки у меня были картона, которые более-менее там можно было с них что-то вырезать. И я вот сделала на них маленькие работы. И мне так и не нравится, что я уже думаю большую картонку порезать на маленькие. Очень какие-то, не знаю, такие милые получаются эти работки. То есть, я стала рисовать маленькие работы. Я стала рисовать больше пейзажей. И уже дошло до того, что я нарисовала корову. А еще думаю, что надо нарисовать льва. Ну как же не нарисовать льва? Если я корову нарисовала, надо льва нарисовать. Ну и может попробовать реально что-то еще какие-то другие. Может быть и другие виды животных нарисовать. Может быть какие-то другие сюжеты. А не только там морской пейзаж или там ландшафт какой-то, горы, что я обычно рисую. Может быть городской пейзаж нарисовать. У меня есть несколько городских пейзажей, которые я давно-давно рисовала. Но в последнее время я не рисовала городских пейзажей. То есть реально расширились границы. И ты понимаешь, что почему не попробовать что-то еще, что-то еще. И это может разнообразить твой магазин. Но в то же время это разнообразит твое творчество, твои творческие навыки. И вообще становится как-то легко и просто. Мне понравилось, как я легко просто эту корову нарисовала. Потому что я изначально, ну, это было по приколу. И я думаю, да так каждому надо работу рисовать просто по приколу. То есть не думая о том, ой, как ты вот все тут правильно сделал. Здорово ли тут цвет, цвет разложил, да, или еще что-то надо сделать. То есть получается очень весело и здорово. Когда не ставишь никаких изначально целей, никаких претензий к своему творчеству не предъявляешь. Это, конечно, вообще супер. Так что вот такие изменения просто чисто в моем внутреннем мире, в моих ощущениях, связанных с живописи. То есть эта корова такая, ну, не знаю, знаковая для меня картина. Такой переворот сознания. Здорово. И мне хотелось поделиться, рассказать, что не бойтесь пробовать что-то новое. Не бойтесь выйти из рамок того, что кажется, вот вы любите. Да, я безумно люблю рисовать цветы, особенно розы. То есть это моя любовь, она, наверное, так и останется со мной. Ну, это любовь рисовать розы. Но почему не попробовать что-то другое? Почему вот я до этого не думала, что, ну, нарисую-ка я корову? Ну, то есть реально здорово взять, попробовать что-то другое нарисовать. А то ты сидишь в рамках какой-то узкой сферы деятельности, то есть рисуешь там цветы, пейзажи. Ну, не знаю, что вы рисуете. Может, вы рисуете только портреты. И никогда не пробовала что-то новое. А вдруг в этом новом твой талант проявится больше или это будет веселее? Вот мне понравилось, что это было весело. Не знаю, как мой талант проявился. Как бы мне все нравится, мне прикольно. И, наверное, я бы у себя дома повесила такую картину. Хотя я странно отношусь к таким картинам. Все-таки у нас вкусы немножко разные, наверное. Ну, сложно судить. Я очень плохо знаю американцев. Хотя моя двоюродная сестра замужем за американцем и давно живет в Америке. Но я достаточно плохо знаю этих людей, да. То есть сложно узнать культуру людей, людей, если ты никогда не был в Америке. Если ты очень плотно не общаешься с этими людьми, да. То есть, хотя у нас много американских фильмов. И мы, в принципе, знакомы с американской культурой. Но когда начинаешь погружаться именно с точки зрения искусства, это становится интересно. То есть мне интересно. То есть магазин IT открыл для меня какую-то базу знаний. Того, что я не знала или о чем я не задумывалась. И возможности у меня появились новые, в том числе и изобразительные. И это здорово. Ну все, про корову вам все рассказала. Могу показать еще вам несколько моих работок, которые подсохли. И я их буду фотографировать и выставлять в магазин. Они тут рядышком лежат, поэтому я могу показать. Так что покажу вам. Начну с тех, которые побольше. И потом покажу маленькие работки. Это вот такой пейзажик. Выполненный мастихином на картоне. Размер 20 на 25 сантиметров. Это калифорнийские маковые поля. У них маки не такие, как у нас. Вернее, это даже не мак. Это из шольца, по-моему, называется растение. Они такие желто-рыжего цвета. По-моему, 4 лепестоточка у них. Тут, конечно, я не вырисовывала ни одного цветочка. Здесь на переднем плане есть небольшой намек на какие-то лепестки. Но, в принципе, это все просто такая база, залитая цветами. Ну, такая работа получилась. Ну, интересная. Но мне кажется, что если бы она была в более вытянутом формате, чуть побольше, она бы смотрелась выигрышней. Так что, может быть, я что-то такое повторю на другом формате. Будет более выигрышно, мне кажется, смотреться. Ну, как бы это такая была проба. Я вообще очень мало с оранжевыми работала до этого. То есть практически оранжевый цвет у меня не в ходу. Туба полная масляной краски. Может, пару раз я где-то ее использовала. И тут, конечно, все оранжевые оттенки понадобились. Теплые, красные, желтые. Вот такая работа получилась. Так, следующая работа тоже на тему калифорнийских маков. Но она чуть другого плана. То есть это такой морской пейзажик. Немножко берега. И вот тут на переднем плане несколько цветочков. Тоже картон. Это грунтованный картон 20 на 25 сантиметров. Ну, не очень мне понравилось. Я вам в видео показывала, что это за картон. Такой он сразу был покупной. Грунтованный. Не очень мне на нем понравилось рисовать. Хотя фактура интересная такая, как под яичную скорлупу. Но на стихию как-то не очень удобно по нему работать. То есть пока мне нравится или картон, который я сама грунтую, или вообще не грунтованный картон. То есть на них прикольнее всего нам нарисовать. Я так поближе вам покажу. Такая вот работка небольшая. Ну, такой милый симпатичный пейзажик. Так, еще одна работка. Это давно я работку сделала. Просто хочу ее по-другому перефотографировать. Это тоже размер 20 на 25. Только это холст на картоне. Тоже, кстати, неплохой холст на картоне такой. Ну, это такая вообще абстрактная работа. Это какая-то тропинка в полях куда-то к солнцу. И там, не знаю, может быть там далеке где-то есть море или речка. Я ее не рисовала. Но какая-то тропинка, идущая к солнцу. Птички, тут полевые цветы. Я вообще люблю всякие полевые цветы рисовать. Ну, такая картинка получилась. Симпатичная, радостная, весенняя. Очень мне нравится она самой. И мысли есть такие, что может быть в более большом формате сделать такую работу. Ну, уже поинтереснее там больше как-то цветы какие-то проработать. И поинтереснее какие-то цветы выбрать. Здесь просто как бы намек на цветы. Тоже очень быстрая работа. Ну, такая вот весенняя веселая работа. Так. Ну, теперь покажу поменьше работы. Это тоже такая весенняя ромашечки. Тоже мне захотелось поэкспериментировать. Какие-то цвета там. Сделать ощущение, что там какие-то блики солнечные. Не знаю, как бы может не очень удалась эта идея. С точки зрения как-то ее по-другому можно было воплотить. Ну, вот как получилось, так получилось. Тоже эта работа очень быстрая. Мне, к сожалению, в последнее время не удается хорошо поработать. Мне, может быть, там 20-30 минут, час, может быть, время я могу выделить на рисование. За это время я стараюсь сделать пару работ. Ну, или вот какую-то большую. Вот это за полтора часа я сделала. И вчера еще минут 30 я чуть-чуть доработала там блики сделала. Так что, в принципе, немного у меня есть времени. Такие объемненькие. Это тоже мастихина выполненная работа. 13 на 18. Маленькие такие работки. Вот. Так что буду выставлять их в свой магазин. Эту работку я выкладывала. Я выкладывала такое видео. На ютюбе рисовала я эту работу. Вот она подсохла. Она, правда, чуть другая, потому что я потом изменила фон. Я рисовала вечером, и свет был какой-то неудачный. Потом на свече утро я посмотрела. Как-то мне не понравились мазки в фоне. И я их немножко подправила. То есть сделала такой фон более размытый. Не с ярко выраженными цветовыми мазками. Вот такая веточка маленькая. 15 на 15 сантиметров. Ну и малышки, которые я просто обожаю. Эту работу я тоже выкладывала в ютюбе. Спидпейнтинг. Как я быстренько рисую. Такая вот работа классная получилась. Не знаю, прям вообще люблю вот эти маленькие работки. Они такие милые. Такие, не знаю, ну просто хочется их рассматривать. Хочется их держать в руках. Тоже все сделано мастихином. Такие вот там травинки. Классная работа. 10 на 10 сантиметров. И еще вот такая же работка 10 на 10 сантиметров. Это такая лаванда. И там маленькая пчелка. Такая классная тоже мастихином. Ну, пчелку чуть-чуть, конечно, пришлось поработать кисточкой. Ну, такая тоже классная милая работка. Очень классная. Мне понравились эффекты, которые вот на заднем фоне получились. Они очень быстро получились. Интересно. Я такой прием буду использовать. Сниму видео, наверное, когда буду рисовать побольше какую-то похожую работку. чтобы эти эффекты показать, как получаются. То есть, интересно. То есть, ощущение, что там нарисовано. Есть уже лаванда. На самом деле, я рисовала только на первом плане несколько веточек. Остальное все просто фоном залито так, что выглядит как будто там лаванда еще есть какая-то. Вот такие вот малышки, которые очень мне нравятся. Ну, все. Больше мне нечего вам показать. Экспериментируйте. Пробуйте новые материалы. Пробуйте новые сюжеты. Не ставьте себе никаких границ. Это здорово. Я вот на себе это поняла просто. Все. Всем спасибо. Пока. Подписывайтесь. Смотрите. Подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что там я стараюсь и что-то в сториз выложить. И стараюсь выкладывать туда новые работы. Уже более... Ну, фотографирую там более каких-то ракурсов таких, где можно детали рассмотреть. Все-таки на видео это все не покажешь. Так что всем пока. Счастливо.